Здравствуйте, в эфире новости на канале НСК-49, студия Алексей Кузьмин, коротко о главных темах выпуска. Мэр на Матильду не пойдет, а про защиту Северной Кореи подумает. Кадетский корпус под прицелом общественников проверят и финансы, и продукты. Японский дирижер для новосибирского оркестра – загадочная вселенная музыки из аниме. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Ни для кого не секрет, что добыча полезных ископаемых, особенно нефти и газа, в нашей стране приносит огромную прибыль. Про доходы нефтяных магнатов ходят легенды. Немалый куш, конечно, перепадает и государству, но природные ресурсы принадлежат не только олигархам и Кремлю. Это достояние всего народа. Над этим всерьез задумались депутаты Госдумы, среди которых и представительница Новосибирска. Законопроект о распределении доходов от добычи полезных ископаемых внесла в Государственную Думу целая группа депутатов. В их числе законодатель от нашего города Вера Ганзе. Авторы документа предлагают разделить между всеми жителями России пятую долю поступлений в федеральный бюджет от платежей нефтегазовых компаний. Если проект одобрят, то уже в следующем году каждый трудящийся россиянин сможет получить от государства по 10 тысяч рублей. По мнению депутатов, так поступают во многих странах, где добывают нефтегаз. Тем более, что полезные ископаемые принадлежат всему народу. Впрочем, российское правительство тут же раскритиковало инициативу депутатов, сообщив, что такие траты не обоснованы, а государство и так направляет часть нефтедолларов на различные льготы и пособия. Осудили проект, естественно, и сами магнаты, назвав его дешевой демагогией. Драгоценная городская земля, митинги и Матильда. Эти темы стали главными во время встречи мэра Анатолия Локти с представителями средств массовой информации. Новосибирск – третий по количеству жителей город в России, но лишь десятый по занимаемой территории, что ощутимо повышает стоимость каждого квадратного метра в мегаполисе. Большинство земельных угодий находятся в собственности у муниципалитета. И по поводу их рачительного использования уже не раз возникали серьезные нарекания. И вот мэра решила навести порядок с этим вопросом, сообщил на своей традиционной еженедельной пресс-конференции Анатолий Локоть. Я дал поручение соответствующее провести инвентаризацию, стопроцентно охватить эту инвентаризацию мониторингом, как модно сейчас говорить, всех земельных ресурсов. Земля, конечно, ценный товар. Однако располагаться на ней должны не только бетонные коробки, но и зеленые насаждения, не приносящие никому доходов, а просто радующий глаз горожан. В этом году в ходе акции «Посади свое дерево» муниципалитет планирует высадить не 4 тысячи саженцев, как обычно, а около 9. Упростили и процедуру получения всех необходимых согласований. Бесплатно заказать себе дерево и обсудить тонкости его высадки можно при помощи муниципального портала «Мой Новосибирск». Получат все желающие, необходимые консультации, как правильно надо высаживать деревья. Политические и религиозные страсти, сотрясающие в последнее время наш город, градоначальник также не обошел. В пятницу 22 сентября в Новосибирске примерно в одно время пройдут пикет в поддержку Северной Кореи, организованный коммунистами, митинг в связи с приездом в столицу Сибири одного из лидеров так называемой внесистемной оппозиции и премьерный показ фильма «Матильда», вызвавшего недовольство ряда церковных иерархов и угрозы со стороны православных активистов. С поддержкой Северной Кореи Анатолий Локоть еще не определился. А вот двум последним мероприятиям предпочел совсем другое культурное событие. Я принимаю приглашение театра на Левом берегу и в 18.30 намерен посетить этот театр, наш городской театр, муниципальный. Я давно обещал, есть там спектакль хороший, поэтому я хочу посмотреть. Глава города рассказал, что «Матильда» была создана на государственные деньги и оно же выдало прокатное удостоверение. Муниципалитет к этому художественному произведению никакого отношения не имеет. Анатолий Локоть отметил, что вся работа мэрии, в том числе связанная со всевозможными митингами и акциями протеста, ведется в строгом соответствии с требованиями закона. Поэтому вопросы недовольства возможным содействием чиновников мэрии организации премьерного показа «Матильды» в Новосибирске необходимо решать в правовом поле. Впрочем, как и любые другие. Кстати, о «Матильде» этот художественный фильм некоторые новосибирцы смогут увидеть за месяц до официальной премьеры. Предпоказ запланирован на 22 сентября, до чего довели скандальные заявления и споры вокруг картины, ощутили на себе владельцы кинотеатра, который покажет ленту первым. Первыми увидеть фильм Алексея Учителя «Матильда» захотело огромное количество горожан. Понятно, многие уже просто не в силах дождаться официальной премьеры, которая состоится только через месяц. Люди хотят посмотреть, действительно ли картина столь провокационная, как заявляют некоторые приверженцы православной религии, и может ли она оскорбить чувства верующих. В итоге ажиотаж оказался так велик, что все 232 места в большом зале кинотеатра на предпоказ раскупили меньше, чем за сутки. Дошло до того, что показывать ленту решили одновременно в двух залах. Спрос, как известно, рождает предложение, поэтому цены на билеты тоже подскочили в среднем на 150 рублей. Словом, те, кто всеми силами пытался запретить прокат «Матильды» на экранах страны, добились обратного эффекта, спровоцировав небывалый интерес новосибирцев к данному фильму. Хлеба и зрелищ. Древнеримский поэт-сатирик Ювенал утверждал, это все, что требуется публике. Если со зрелищами, в частности с «Матильдой» все понятно, то с хлебом предстоит разобраться. Новосибирск как столица сельскохозяйственного машиностроения. Такая перспектива вполне реальна для нашего города благодаря сотрудничеству с белорусскими промышленниками. Первым шагом может стать инновационно-инвестиционный форум сельскохозмашиностроения и переработка агропродукции, который пройдет в нашем городе 28 сентября. Сельхозмашиностроение переживает возрождение. В каждом регионе открываются все новые предприятия по производству и ремонту техники, благодаря которой на наших столах появляются и хлеб, и фрукты с овощами. Новосибирск в этом направлении немного подотстал от некоторых соседей. Этим бизнесом у нас заняты около 12 предприятий, а на Алтае – несколько десятков. По словам чиновников и представителей отрасли, сейчас ситуация меняется. И вскоре должны появиться комбайны и сейлки с лейблом «Сделано в Новосибирске», созданные совместными усилиями белорусских промышленников и одного из новосибирских оборонных предприятий. Сейчас это предприятие испытывает сложности. Принято решение о том, что не совсем выгодно, скажем так, ремонтировать со всей России на этом предприятии и туда доставлять военную технику. И поэтому предприятие выходит таким образом из ситуации. Впрочем, с конкретными цифрами и сроками пока ничего не ясно. Возможно, что-то проснится 28 сентября, когда в Новосибирске пройдет инновационно-инвестиционный форум сельхозмашиностроения и переработка продукции. На этом мероприятии ожидается весьма представительная делегация из Белоруссии. Накануне форума наш город посетит премьер-министр Республики Беларусь. Ну и возглавит делегацию на самом форуме Иванов Валерий Николаевич, председатель правления Белкового союза, член правительства Республики Беларусь. Новые технологии в сельском хозяйстве всегда вызывают много споров. Самый яркий пример тому – генномодифицированные продукты, благодаря которым в Америке они в целом ощутимо подешевели, говорят эксперты. Приведут ли нововведения в сибирских селах к снижению цен у нас – неизвестно. Хочется в это, конечно, верить, но примеров этому в последние десятилетия у нас не было. Особенное общеобразовательное учреждение с военно-патриотическим уклоном и собственным внутренним уставом. Сибирский кадетский корпус известен не только в Новосибирске, но и за его пределами. Юные кадеты принимают участие в самых различных мероприятиях, но так ли все хорошо на самом деле и не скрываются ли за внешней благополучностью серьезные проблемы? Городские общественники решили ответить на этот вопрос и пригласили нашу съемочную группу. Визит новосибирских общественных деятелей в Сибирский кадетский корпус – неспонтанная акция. Довольно много жалоб от родителей учащихся или уже закончивших обучение кадетов поступает в последнее время. Одна из них заключается в регулярном повышении стоимости обучения и различных дополнительных услуг. При этом, считают заявители, иногда качество образовательного процесса оставляет желать лучшего. РКК в нашем классе не преподавали с пятого класса. Включали детям мультики, фильмы ужасов или вообще просто дети занимались, в телефоны играли. И вам только самое главное было, чтобы мы платили. На вопрос общественников, почему два года назад плата за обучение поднималась трижды, руководство учреждения парирует. Единственное, что делалось на процент инфляции раз в год, как положено, увеличилась стоимость продукции по питанию. Вот это было. А так, чтобы идти, чтобы каждый год была кочехарда, ничего подобного такого. Но у родителей есть оригиналы договоров о повышении расценок. Начальство пообещало разобраться в ситуации. Но есть и другие вопросы. Например, про объективность и стоимость закупок продуктов питания. Напомним, в отношении заместителя директора возбуждено уголовное дело, которое рассматривается в Зайльцовском суде. Мы видели, согласно документам, такие недопустимые, на мой взгляд, факты, когда сами сотрудники кадетского корпуса создавали юридические лица и сами, как видим, по завышенным ценам поставляли, ну, оказывали услуги, товары поставляли в этот самый кадетский корпус. На все вопросы сотрудники кадетского корпуса ответили, как смогли. Общественники взяли образцы молочной продукции на экспертизу по фальсификации и теперь внимательно изучат всю документацию учебного учреждения. После чего сделают выводы, все ли так безоблачно там, где обучают детей патриотизму и мужеству. В Новосибирске многодетная мама уже 15 лет не может добиться от властей переселения в социальное жилье, которое бы соответствовало необходимым нормам. В 2002 году женщине и ее троим детям выделили помещение, только не жилое, а техническое. Инспекция из мэрии стабильно игнорирует все заключения жилищной комиссии и Роспотребнадзора, которые единогласно объявили, жить в таких условиях людям невозможно. Сначала Ольга несказанно радовалась, что спустя годы изнурительной работы в сфере ЖКХ, ей и ее большой семье от государства пообещали дать квартиру. Именно для того, чтобы обеспечить своих детей крышей над головой, она не просто ждала в очереди для льготников, а пошла на тяжелую работу и собственным трудом добивалась жилплощади. Государству женщина доверилась, но, как оказалось, зря. Бывшее техническое помещение, плохо замаскированное под квартиру, не сразу вызвало подозрения у счастливой Ольги, а когда вызвала, было уже поздно. Власти ответили, вам крышу над головой дали, вот и радуйтесь. Только здесь не то, что радоваться, даже дышать нельзя. Вентиляции нет, труба ливневой канализации идет через детскую, что категорически запрещено, а помещение промерзает насквозь. Зимой в доме появляется лед. Здесь даже цветы не растут, говорит Ольга. Зимой 2002 года начали проявляться недостатки помещения. Это низкая температура, которая выше 16 градусов не поднималась, в других помещениях еще меньше, например, в ванной это было 11, мыться вообще было невозможно. То есть нужно было, чтобы утром дети умывались, я включала ветерок, нагревала ванну. Как злая насмешка в непригодной для жизни квартире шикарный вид на обь и пароходы. Эта картина в окне – единственное утешение, говорит Ольга. Спустя время женщина получила профильное образование, стала преподавателем в архитектурном вузе и теперь, когда она хорошо разбирается в строительных нормах, в полной мере осознает ужас ситуации. А самое невероятное в этой истории, что имея на руках в ворох экспертиз за 15 лет борьбы, заключение жилищной комиссии Роспотребнадзора, она никак не может доказать межведомственной комиссии, что жильем ее обманули. Устав от обращений Ольги, инспекторы посоветовали женщине, у детей которой уже появились первичные признаки астмы, поставить принудительную вентиляцию. Иными словами, 24 часа в сутки гонять воздух с нескольких вентиляторов и платить астрономические суммы за электричество. Несмотря на то, что я предоставила все необходимые и подтверждающие недостатки помещения документы, причем государственных служб, комиссия не рассматривала, почему-то не учитывала вот эти все обстоятельства. Мы обращаемся к властям Новосибирска. Уже 15 лет жительница нашего города, честно отдавшая годы жизни тяжелой работе и поверившая обещаниям государстве о помощи, осталась ни с чем. Где настоящая, та самая жилплощадь для семьи Ольги? Каким образом квартира прошла мимо и кто теперь ее занимает? Надеемся на ваше участие и беспристрастное разбирательство. Приобрести билет на самолет в наши времена проще простого, причем сделать это можно самыми разными способами и не выходя из дома. Но некоторые по старинке предпочитают регистрироваться на нужный рейс в стационарных кассах, разбросанных по всему Новосибирску. Только не всегда организации, осуществляющие торговлю, оперативно могут решить возникшие сложности, особенно если дело доходит до возврата денег за неиспользованный полет. В одном из таких примеров разбирался наш корреспондент. Анатолий Кожанов с супругой собирался лететь в Москву на важную конференцию и заказал билеты в одной из организаций-посредников между пассажирами и авиакомпаниями. Но перед вылетом жену увезли в больницу на скорой. От одного билета пришлось отказаться. После того, как прилетел из Москвы, обратился в данную организацию по возврату денежных средств за билеты. Но по сегодняшний день денег так и не получил. Уже прошло практически два месяца. Поначалу в компании сказали мужчине, что деньги вернут через пять рабочих дней. Потом срок продлили. И так продолжалось каждую неделю. Причин задержки сотрудники не называли. Решили обратиться в суд и написать заявление в прокуратуру, потому что все сроки вышли уже два месяца. В данном организации нет ни свидетельства, ни лицензии, ни ОГРН, ничего. На кого жаловаться. Сотрудники организации объясняют, компания зарегистрирована, все документы есть. Просто их почему-то не показали клиенту. Что касается задержки, то оригинал больничного листа супруги, заверенный нотариусом, нужно было пересылать в главный офис авиакомпании в Москву. Оригинал больничного листа они получили 14 сентября. А я вам его сдал в августе. Так вы месяц, извините, где этот месяц? Почта, у нас так почта работает. Эта история – наглядный пример, что приобретая билеты через посредников, люди не просто переплачивают за дополнительные услуги, но и сталкиваются с подобными ситуациями. Добавим, что вернуть деньги пообещали в течение дня. Они уже поступили на счет организации. Еще один не выдержал. Центробанк России объявил о санации Бинбанка, 12-го по величине активов финансового кредитного учреждения в нашей стране. Новосибирцы тем временем массово бросились забирать свои вложения из этого банка. Невзирая на все заверения о пройденном дне кризиса и предстоящем росте экономики, банковский сектор испытывает серьезные проблемы. Не успели россияне отойти от известий по поводу банков открытия «Югра» и целого ряда других менее крупных. Как затруднения возникли в Бинбанке. По словам основного акционера этого учреждения Михаила Шишханова, банк попал в ножницы падающего рынка. Также ситуацию усложнил высокий уровень токсичных активов в портфеле МДМ-банка, с которым ранее объединился Бинбанк. В результате Центробанк принял решение о санации с использованием фонда консолидации банковского сектора, говорится в распространенном регулятором сообщении. Вместе с Бинбанком, сообщил ЦБ, будут санированы и другие кредитные организации, входящие в его группу, в том числе Ростбанк. Банк России окажет финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, говорится в сообщении. Новосибирцы также не остались в стороне от финансовых потрясений. Как сообщает НГС, десятки клиентов Бинбанка выстроились у отделений, чтобы забрать свои деньги. Впрочем, как рассказали в банке, часть людей после разговора с сотрудниками изменили свое решение забрать вклады. Потому что спасать этот банк так или иначе будет государство, в том числе использовать собственные средства. В Ленинском районе Новосибирска водитель Тойота Плац столкнулся с автомобилем Митсубиши Педжеро и после аварии уснул за рулем. Столкновение произошло вечером 20 сентября на пересечении улиц Степной и Станиславского. Водитель Тойоты проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и, видимо, настолько устал, что отключился сразу после ДТП. Очевидцы пытались разбудить уснувшего водителя, но все попытки оказались безуспешными. Прибывший на место аварийный комиссар снял ролик с нетрезвым водителем и разместил его в группе «Мобильное приложение Автоспас Новосибирск». Езда в алкогольном или наркотическом опьянении приводит к катастрофическим последствиям. Сотрудники ГИБДД проводят систематические рейды по пресечению управления транспортным средством в нетрезвом виде. Но если вы не выпивали, а просто устали, в любом случае автомобиль лучше не эксплуатировать. С приближением зимы многие новосибирцы хотят приобрести теплый, комфортный автомобиль. Банк Восточный предлагает выгодные условия по оформлению автокредита. Подробности в следующем сюжете. Старый конь борозды не испортит. Пословица как нельзя лучше характеризует российский авторынок. Доля автомобилей с пробегом по стране существенно превалирует над новыми. В чем причины? Ответ дадут те, кому обращаются за помощью в приобретении личного автотранспорта. Автомобиль с пробегом, как правило, покупают по двум главным причинам. Машина, которая уже покаталась по России, считается проверенной на наших дорогах и показавшей все свои плюсы и минусы. Ну и вторая, а может быть даже главная причина, это цена, которая существенно ниже, чем у новых моделей. Цена на поддержанный автомобиль колеблется в диапазоне от 700 до 800 тысяч рублей. Собрать такую сумму оперативно под силу не каждому. Однако эту проблему в силах решить всего один визит в банк. Для того, чтобы оформить автокредит, достаточно иметь при себе только паспорт. А высококвалифицированные специалисты помогут быстро оформить документы. Мы в банке «Восточный» идем навстречу своим клиентам. У желания приобрести автомобиль с пробегом. Максимальный размер автокредита у нас составляет миллион рублей. При этом нужен минимум документов и оформление займет всего один день. Покупка личного транспорта позволит сэкономить время и нервы в динамичной среде мегаполиса. Автомобиль давно уже не роскошь, а средство передвижения. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в ближайший офис «Восточного». И всем, кто мечтает пополнить армию автолюбителей в этом сезоне, стоит поторопиться. Зима уже близко. Известный японский дирижер Катара Кимура и оперная певица Сатока Ото выступили перед новосибирской публикой. Гости из Японии вместе с симфоническим оркестром сыграли музыку из выдающихся мультфильмов аниме. Авторство всемирного известного мультипликатора Хаяо Миядзаки. Катара Кимура и Сатока Ото в сибирской столице не в первый раз. Дебютный концерт в нашем городе, прошедший на сцене Новосибирской государственной филармонии, оставил у японских гостей очень яркие впечатления. Билеты были полностью распроданы, а зрители восторженно встретили композиции из любимых мультфильмов в симфоническом варианте. В этот раз прекрасный музыкальный дуэт вновь порадовал фанатов аниме произведениями из знаменитых рисованных шедевров кинорежиссера Хаяо Миядзаки. Таких, как «Унесенные призраками», «Мой сосед» Тоттера, «Летающий замок Лапутта» и «Ведьмина служба доставки». Коттеру встретил зрителей так же тепло, как и они его. Дирижер в восторге от новосибирского оркестра, да и в целом от Сибири. Новосибирский оркестр, который играет со мной, очень молодой. Я так рад, что работаю именно с этими ребятами. Я восхищен их энергией. Сам Новосибирск – очень большой город. Сегодня мы посетим ресторан китайской кухни, попробуем азиатскую еду. Потом поедем в Томск. Там у меня друзья. Я очень люблю Сибирь. У Коттера Кимура есть негласный принцип. Музыку из аниме он исполняет только с теми музыкантами, которые знакомы с творчеством Хаяо Миядзаки. Иначе, как признается дирижер, технически музыканты играют чисто, но не способны передать колорит этих уникальных японских произведений. Я уверен, что новосибирский оркестр посмотрел мультфильмы, так что в работе у нас нет никаких проблем. Значение музыки в аниме трудно переоценить. Используя инструменты, способные передать шум моря, шелест деревьев, грохот моторов и звенящую тишину, музыканты добиваются эффекта полного присутствия, отчего раскрывается суть происходящего на экране. Поэтому концерт Коттера Кимуры и Сато Куота стал не только ярким впечатлением для любителей симфонической музыки, но еще и проводником в загадочную вселенную Хаяо Миядзаки. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте nsq49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok